А что это вы тут делаете? Я пытаюсь его вынуть. Давай. Порыв. Аккуратненько. Подушку нельзя. Тебе удобно? Мася, что? Весна еще не закончилась, да? Март еще идет. У нас Маська недавно обливал. Мы думаем, что это траванул. У нас, наверное, какая-нибудь бабушка где-нибудь котят отправит. Вот сейчас будем, мы ему купили фитокомплекс для прочистки животного и желудка. И он возбудился. Фитокомплица, походу. У него запоры начались. И не хватает овитаминоз у котов тоже. Вот весной идет. Давай пустишь. Тебе-то подушка не нужна. И витаминчиков мы купили, и для шерсти. Кстати, ребята, заметьте, я тяну довольно сильно. Какая хватка у курбобов. То есть, он не отпускает уже сколько. Все, он схватился мертвым. Представляете, что с его врагом? Что происходит с мышкой во время охоты курбобов? Да. Причем мы ветеринара вызвали еще два дня назад. Он к нам уже два дня едет. Смотрите. Вроде у Маси все нормализовалось. Вот, видите, да? У тяжелых. И как они больше не застревают у него. Вроде как, хоть в туалет хорошо. Вот. Поэтому пока приедет ветеринар, врач у нас все нормально уже будет с котом. Единственное, нужно желудок. Если вы знаете, как еще можно коту промыть желудок, пишите в комментариях. Ну, от отравлений. Вообще, чем бабки травят котов? Какие-то препараты? Какие препараты? Тухлая курица кинул все достаточно. Не, он тухлая не ест. Иди, Клотина. А? Ты все, подушку будешь покупать, новый, да? Жопа. Игорь, на улицу его выгоняй. Все, иди на улицу, погуляй. Жопа. Давай, иди. Там ищи кошечку. Все, пошел. Ну, слава. Иди, господи. Все, Маська. Сиди там. Со своим мурмяу. Со мурмяу в настроении. Мася, уже марс заканчивается. А у вас все мурмяу. И мурмяу. Простите, споткнулся об оператора. Оператор шум. Мурмя, мурмяу. Сразу кончился мурмяу. Жопа. Ну все, сидите там пока. Для тех, кто смотрит первый раз, не думайте, что мы его выбрасываем. Он сейчас остынет, и мы его обратно заведем. Так он обычно гуляет, он приходит только ночевать. Он больше по улице, чем на машине. У меня соседка сегодня спросила, он говорит, вообще дома ночует. Вообще дома бывает. Какая? Юля, я говорю. Ну так, придет, поесть идет. Что он у вас ночует? Ну он от них выходил, да? Кстати, курильские бобтейлы, они очень общительные. Они могут прибиться вообще к любым. Но если выбрать одного хозяина, то все. Это на всю жизнь. Верные песики, котопесики.